Друзья, всем привет! Сегодня у нас второй день нашего квеста похудей. И сейчас пойду будить Софии. Сейчас 9 часов утра. Ангелина встает рано. В отличие от Софии, София может спать до обеда. Сегодня суббота, да, и поэтому Ангелина дома. Я не знаю, как мы сейчас пойдем бегать. Возьмем ли ее с собой или дома оставим, потому что муж на работе. Соня! Ой, какой срач! Соня, вставай, бегать пошли. Давай, 5 минут тебе на раскачку. 5 минут! Сегодня уже проще прошло. Проще процесс пошел. Пошла одеваться и пойдем бегать. Ой, Ангелина настроение с утра хорошее. Друзья, у нас вообще напрочь все замело. Не знаю, как Ангелина будет на этом самокате кататься. Ну что, побежали в новом составе сегодня. Какая-то Сибирь прямо у нас с сугробами. Все как полагается. Теперь, наверное, снег будет идти каждый день, пока мы не перестанем страдать фигню и заниматься спортом. Резалим. Ангелина, как это? Анаокка. Теперь рядом. У тебя просто дома. Синчий-шинка. Синчий, тебе、 ты professionals. Синчий, тебе поехали. Анаокка. Добавляйте сюда. Анаокка. Анаокка. Анаокка, что-то ты, ты, как готова. Мы папа не делай. Анаокка. Сейчас расскажу вам про наши планы на сегодня Вообще мы собирались поехать в аквапарк Но внезапно узнали, что сегодня собрание у Ангелины в садике И вот к 12 часам мы пойдем на собрание в садике Так как новый учебный год с третьего месяца, с марта начинается Поэтому будут там группы расформировать и все такое Не знаю, удастся ли поснимать в садике обычно Не разрешают, но посмотрим Гелик, ну ты где там? Давай, поднажми Не очень удачная идея была взять самокат Да, в такую погоду? Но мы не знали, что столько снега Это беговая дорожка такая Аля Это вам еще в гору идти, а не по дорожке бегают Сейчас устанете заранее Ангелина, а еще перчаток нет? Пойдем? Пойдем 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 Пойдемте А снег так сверкает, белый такой красивый Просто вообще, просто ностальгия по детству Смотрите, какая красота Искрица, серебрица Пойдем Побежали Сто штук на скакалочке И домой Вот, Ангелина, будешь много кушать, потолстеешь, тоже придется так делать В лифте, когда идет дождь или снег Заботливо всегда кладут вот такой коврик Поласик такой Добротный Как дома Софья запросила кашу Кашу вот мы как вчера сварила Я, да, так она и стоит Здесь тепленькая Постоянно поддерживается температура И Можно ее два дня есть Ну, три дня уже не очень будет свежая Два дня можно спокойно горячую постоянно кашу есть Также и с рисом Рис тоже там стоит Может стоять до трех дней И Без проблем Ангелине Ой, София, где ешь? София вчера две тарелки каши умяла И сегодня Начинаю тут раз каши Мы идем на собрание к Ангелине в садик Всем таборам Вот всех встречают такие надувные Зайчики И черепашки Поднимаемся, поднимаемся Вот группы можно видеть Хэдриллго고요 선생님들 소개하고 얼굴 뵙고 이렇게 마지막 마치도록 하겠습니다 그러니까 정규 시간은 그렇잖아요 그럼 선생님 수업 언제 끝나요? 기본 2시 반 안에 끝나요 그리고 2시 반에 저는 사실은 아니에요 근데 그만큼 부모님들이 굉장히 많고 정말 많아요 굉장히 위험성이 많아요 지금 지금 сходятся малыш 저희하고 어머니가 기교에서 добрые семья семейка семейка 꼭 자기 기름소 무조건 자기 기름소 подписано, да Ангелина Ангелина нарисовала ну а что, красивее чем у некоторых нет, кто-то прям совсем молодец конечно совсем молодец но и гелик нормально все Все, друзья, закончилось собрание у Ангелины в садике. Пришли домой по дороге. Ангелина купила себе вот такие. Это называется отвали, старуха. В общем, купила такие. Я думаю, в России тоже такие продаются. Она их любит. И, в общем, у нее это вместо обеда. А, София попросила. Еду, 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 обедать. И сегодня я буду кормить ее тем же, чем и вчера. Это коричневый рис. И эти, крабы, крабы, да, крабы в соевом соусе. Ну, сейчас покажу. Здесь у нас еще каша осталась. Каша немножко осталась. Это потом Ангелинке сейчас она сладкого поест и запросит каши, как всегда. И ей осталась одна ложка каши. И потом я здесь еще что-нибудь сварю. Еще что-нибудь сварю, что-нибудь приготовлю. Теперь у меня это такой интерес. Как муж поприкалывался. Он, когда увидел, что я купила эту рисоварку дорогущую, говорит, ну все, теперь тебе забавы на три дня. Три дня, говорит, поготовишь, а потом выбросишь, как всегда. Никто не знает меня лучше, чем мой муж. Но я надеюсь, что я буду пользоваться, конечно, намного дольше, чем три дня. У Софии сегодня поскромнее трапеза. Это все остатки, короче, остатки. Остатки краба, остатки риса, остатки рыбы. Вот вчера муж оставил половинку рыбы. Да, тут травка какая-то, не знаю, как на русский переводится. Это маринованные кальмары и яйца перепелиные. Вот, Соня. Ешь. И все, вот такая гора была продуктов вчера. Я затарилась, не знаю, по-моему, долларов на 200, наверное. И за сутки у нас ничего не осталось. Когда мы не едим в ресторанах, мы едим дома, это выходит нам гораздо дороже, потому что... Не знаю, почему так выходит, даже не могу объяснить причину. Но в ресторанах питаться дешевле. Но так как у нас сейчас диета, и нам нужны только такие вот прям продукты, в которых мы уверены, потому что в ресторане никогда не знаешь, чего они там набухают в этот суп. Ты, конечно, им не отравишься, но не факт, что там все полезные, такие диетические ингредиенты. А дома все-таки... И да, нам сегодня надо будет закупиться. Теперь опять пойти в магазин и закупиться продуктами, потому что это все, это последние продукты. У нас ничего больше дома нет. Вот захотела Софья воль нам сам, это я уже показывала у себя видео. Это когда нарезаются свежие все такие овощи и заворачиваются в рисовые листики с креветками. Вот она захотела с креветками. И это тоже очень диетическая, такая полезная пища. Друзья, мы едем в магазин за продуктами. Соня, Ангелина, все в сборе. И потом, наверное, поедем к мужу на завод, заберем Тишку, вторая собачка наша. Первую мы забрали, вторая еще там. Вот, такие планчики на вечер. У нас вот в Марте поставили недавно вот такие новые суперкрасивые зарядки для этих... Господи, электромобилей. Все уже, да, речи потеряла. Да, они стояли раньше там, внутри, там внутри тоже стоянка есть. И там стояли, а вот на улице только установили, и такие симпатичные. Да, и Март любимый магазин. Почему нам нравится и Март? Потому что там все продают маленькими такими порциями, можно купить. Конечно, на базаре выйдет как-то дешевле, или в каких-то дешевых маркетах дешевле, но там всегда объем большой. За счет того, что там большой объем, там продукты стоят дешевле. А в марте вы можете чисто на сегодня, на вечер купить там одну паприку, один помидор, одно яблоко. И для нашей семьи это идеально, потому что если мы купим два яблока, то одно придется выбросить. Поэтому мы вот берем только на сейчас. На сейчас поесть максимум на один день. И... Идеально. Для нас подходит именно и Март. Ангелину кое-как запихали в это детское кресло, она уже не влазит. Солонные! Кое-как, кое-как она туда с таким стреском, свизгом залезла в эти дырочки, ножки уже не влазят, попка не влазит, ничего не влазит, короче. Все можно пробовать. Фрукты. Фрукты тоже нарезают, тоже можно пробовать. Вот здесь она. А, бододи. Всякая зелень. Вот брокколи, капуста, это все у нас есть пока. Так, Соня пошла за яблочком. Не выдержала душа поэта. Но согласен, что они стоят? Не стоят. Не стоят. Крэ? Что они стоят? Десятку. Ну это нормально по корейским меркам, 10 баксов за 4 яблока это нормально. В принципе, они все в пределах этого и стоят. Даже красные. Но красные я не люблю. И я пока. Поехали. Ну что, это нормально. Все нахождение. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Здесь вот для панчанов, друзья, продаются такие уже немножко под слегка приготовленные овощи, их нужно просто заправить соусом, то есть они уже подсушены, они уже пропарены и все с ними необходимое сделано, просто добавляется туда кунжутное масло в основном, кунжутное масло, немножко соли, чесночок. Там и все, панчан готов, и это очень круто. Это дикие вот эти овощи, да, горные. Кукуруза, друзья, кукуруза в Корее стоит просто бешеных денег, и да, можно приезжать и выращивать кукурузу здесь. Три штуки, три кукурузы стоят 6 долларов. Прикиньте, как можно разбогатеть, выращивая и продавая здесь кукурузу. Подходим к рыбному отделу. Это рыбный отдел. И нам надо купить креветки. Нам нужны креветки, но не такие крупные, большие, а свежие и маленькие. Вот, 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 вот такие. Свежие просто сварить надо будет, и все. Друзья, пришлось еще крабов купить. Аж плачет, как вкусно. Теперь нам нужно проростки молоденькие вот эти вот овощей. Они тоже идут в это блюдо. И где они? Где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где. Да, вот такие надо будет взять. Хотя вот эти листики нам не нужны, в принципе. Ну ладно. Пусть будут. Листики лишними не бывают. Все, нет, еще надо купить рисовые лепешки. Рисовую бумагу. Вот здесь продается всякая бумага, соусы и все такое. Рисовая бумага, рисовая лапша. И мы купили, да, такую большую пачку. Хватит надолго, на несколько. На несколько раз. Все, в принципе, да? Софья захотела молоко. Но так как молоко это очень... очень вредный продукт, ну в смысле для диеты, то она решила себе какое-то диетическое молоко выбрать. Да, в Корее есть чё-джи-бан, называется диетическое молоко. Там процент жирности очень-очень низкий, а процент кальция высокий. Да, ну ладно, бери. Понтики. Понтики можешь по? Могуль по? Ангелина захотела понтики. Понтики. А здесь нету... Не жареные они, и нету сахара вообще. Все, домой. Ангелина бы просила раскраску себе какую-то. С умным видом что-то выбирает. Решили не идти на кассу, а расплатиться самостоятельно. Сейчас попрекалываемся. Я никогда здесь не расплачиваюсь, потому что меня напрягает самой это все делать. Я не умею. А Соня говорит, я умею. Где, когда научилась, не знаю. Но пускай делает. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, дом прям ожил у нас Когда они вместе, они более активные Явка когда одна вот была, она практически из своего домика не выходила А вот когда Тишка пришла, они сразу начали вот так вот беситься, ходить за мной по пятам, что-то вкусняшки какие-то выпрашивать И в общем, такая жетуха закипела у нас, гелик любит креветки, ну подожди, сейчас все придут вместе поедим Гелик, у нас почти все готово, осталось мне порезать ананас и яйца Яйца сварились, нужно их порезать, все как всегда не вылазит у меня И ждем наших, они поехали опять в попугайное кафе Софья сейчас помешалась на попугайчиках И хоть пять минут, говорит, посмотреть на них хочу Папа ее повез смотреть на попугаев Только я решила сфотографировать трапезу Диетическую нашу, как они уже все съели Я опоздала, как всегда Вечер у нас, как обычно, проходит Папа с гитарой Дети в телефоне Что это вы тут делаете? Дети Главное им интересно вдвоем что-то там в телефоне копаться Не знаю, что сегодня она снимала У меня, если честно, ченчинёпсо Ченчинёпсо переведу потом на русский Потому что я не могу подобрать таких русских слов подходящих Снимать вот такой вот блог постоянный и каждый день Это очень сложно и ты теряешься То, что ты вчера снимал и сегодня Все путается, мысли путаются В камере вообще бардак не разобраться А ведь это еще все надо монтажировать В общем, я не знаю, получится ли у нас эта неделя влогов Или Может быть, какие-то влоги будут с задержкой выходить Потому что действительно монтаж занимает довольно много времени Но я не могу монтировать видео ночью Ночью я сплю Вот это животное, говорят, очень умное И вот она правда следит, прислушивается всегда Вот так за каждым следит И чучело Весь в краске Пейнты Ой, Ангелика, друзья, посмотрите Она здесь грызла лепешки свои рисовые И здесь просто пипец, что творится И так каждый день Так не просто каждый день Так каждый час То есть ты убираешь за ней утром Потом убираешь в обед Потом убираешь вечером И убираешь, и убираешь, и убираешь И все равно вот столько говно На полу я там уже вообще молчу Ну Собачки наши Кайфуют Я их сюда за заборчик спрятала Потому что Тишка Пока Сегодня вот она пришла И она не совсем соображает, куда ходить в туалет Она нам приссала все полы Все, что здесь есть Все подушечки, все половички Все поприссала И я ее сюда посадила Чтобы она Ну вот там у них туалет стоит Чтобы она вспомнила Куда ходить в туалет Чтобы она ориентировалась А почему Евку посадила С ней же Ну потому что если посадить одну Тишку То потом Евка до туалета никак не дойдет Где же будет все закрыто Вот Поэтому они у меня Вдвоем сегодня здесь посидят Да, девчонки Посидите здесь А завтра я вас выпущу Хорошки 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 Скажите всем спокойной ночи Пока-пока Спокойной ночи Пока-пока